Здравствуйте, в эфире ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко. И сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Копейка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Междуреченской. Два человека оказались в больнице. Владелец отечественной легковушки двигался на портовую и не справился с управлением. С места аварии виновник ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают инспекторы. Правда, не исключено, что горе-водителем был один из пострадавших. Мужчин с травмами головы доставили в больницу. Тойота Калдина протаранила микроавтобус. Около 8 утра две попутки ехали по Никитинам. Пассажирский Мерседес притормозил на запрещающий сигнал светофора. В этот момент водителя универсала ослепило солнце, поэтому на остановку впереди идущего транспорта он отреагировал поздно. Тормозной путь в иномарке составил около 25 метров. Пострадавших в аварии нет. Пенсионерка сломала руку в аварии в Бердске. Женщина пересекала дорогу по всем правилам в зоне пешеходного перехода. Водитель Нивы, который поворачивал на Свердлова, человека на проезжей части не заметил. Пострадавшая госпитализирована. 90-летний ветеран войны пострадал в ДТП на Кропоткино в Новосибирске. Дедушка шел по проезжей части на Деповской, следом за Тойотой. Водитель иномарки сдал назад, авто зацепило мужчину бампером. Пенсионер получил серьезный перелом руки и многочисленные ссадины. Шевроле и Хонда не смогли разделить проезд по главному проспекту Новосибирска. Машины двигались навстречу друг другу. Нива с автовокзала, Цивикс в площади Ленина. Водитель Нивы решил повернуть на Советскую, но не пропустил иномарку, которая проезжала по главной. От удара Ниву развернула. Опытный мотоциклист чудом не получил серьезных травм в столкновении с УАЗиком. Байкер направлялся в Северное село. Внезапно попутный внедорожник повернул налево и преградил проезд Яви. Мотоциклист затормозить не успел. Мужчина ограничился разуме медицинской помощью. УАЗик принадлежит администрации Биазинского сельсовета. Масштабные велогонки пройдут в Новосибирске 17 и 18 августа. Участки северного объезда будут закрыты. По предварительным данным, в гонке примут участие больше 200 велосипедистов. С 9 утра до 3 в четверг и пятницу автомобилистам придется объезжать трассу. Соревнования посвящены памяти погибших при исполнении сотрудников ГИБДД. В 1973 году напарники сопровождали колонну велосипедистов. Внезапно навстречу им выехала груженная колхида. Чтобы спасти участников пробега с локновения, инспекторы приняли удар на себя. Погибли мгновенно. Теперь велосоревнования их памяти проводят ежегодно. Новая дорога оказалась не нужна. В редакцию канала УТС обратились жители Левобережья Новосибирска. Люди возмущены появлению дорожных рабочих в своем жилмассиве. Николай Сальников готов рассказать подробности. Улица Филатова в Ленинском районе. За моей спиной метр за метром снимает асфальтовое полотно, которому всего пару лет. При этом даже невооруженным взглядом видно, что ни колеи, ни выбоин на оставшейся части прежнего асфальта нет. О том, что ремонт производили сравнительно недавно, говорит и хорошо сохранившийся бордюрный камень. Более того, этот участок дороги вполне устраивал местных жителей. Сейчас сделали, вы посмотрите, какая дорога. Зачем они сейчас портят дорогу по новой? Это назло делаешь государство или я не знаю. Дорога была хорошая, я вообще не представляю, зачем они это делают. Просто в том году я только сделала. Съемочная группа ОТС решила пообщаться с рабочими. А вдруг улица Филатова стала местом научно-технического эксперимента. А вообще у вас, ну как у работников, не вызывают лень, что дорога-то нормальная. Я вижу, что нормальная. Ну а как? Начальство сказало, все. Ну по сути, очевидно, что это напрасный труд. Ну может быть, да. Есть дороги же, где похуже гораздо состояние. Ну так там и надо делать, где дорог нет. А где она вот такая нормальная, а что ее врезать-то? Местные жители уже на протяжении трех дней спрашивают у рабочих, не ошиблись ли те адресом. Ведь мало того, что дорога практически новая, так еще и мало загруженная. Автомобильный трафик здесь таков, что асфальт прослужил бы еще не один год. У нас вон там, вон за домами, там вообще не тронутая земля. Там люди вообще вот так вот скачут на машинах. Уже скандал. Мы подумали, что два года назад построят эту трассу, этот участок, а потом там будут, в принципе, в следующем году. Но они ее не трогают, они только опять эту блокируют. Зачем? Я не понимаю, деньги некуда девать. То, что западный микрорайон контраста, в журналист ОТС убедились воочию. Проехать пришлось всего две сотни метров. Улица Связистов. Эта дорога соединяет две крупнейших транспортных артерии в Ленинском районе. Улица Титова и Станционную. И абсолютно очевидно, что здесь бригады рабочих ждут гораздо больше, чем на улице Филатова. Меж тем, по неподтвержденной пока информации, на ремонт асфальта на улице Филатова выделили примерно 4,5 миллиона рублей. Кто стал инициатором этого странного решения и распорядился оплатить работу дорожников? Эти вопросы журналисты ОТС отправили городским властям в официальном запросе. Далее в программе рубрика «Две беды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем ДТП, присылайте информацию на электронную почту, адрес которой указан на экране. Для вас работала я, Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но вот куда повернуть, мы выбираем сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...